Доброе утро! Это «Окно в кино», дай же самых заметных событий в мире кинематографа. С 14 по 21 сентября в Благовещенске пройдет 22-й фестиваль театра и кино «Амурская осень» – крупнейшее культурное событие года на Дальнем Востоке. В этом году фестиваль впервые полноценно пройдет в международном масштабе. В двух конкурсных программах 35 фильмов, только российские премьеры, из 19 стран, среди которых помимо России, Китай, Индии, Кыргызстан, Перу, Швейцария, Турция, Иран и другие. По всех программах кинофестиваля будет показано более 70 фильмов, включая две ретроспективы, связанные с Петербургом. В столице Преамурья отметят 90-летие со дня рождения кинорежиссера Илья Вербаха и 110-летие легендарной киностудии «Ленфильм». Но мы пробежимся по самым заметным телесериальным премьерам этой недели и начнем с нового сезона «Короля Талсы». Напомню, что сюжет шоу крутится вокруг дуайта генерала Манфредди – капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшего на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в город Талсы, в штате Оклахома, для организации там криминальной сети. Казалось бы, телесериалы про мафию уже давно ушли в прошлое – после финала «Клана Сопрано» или «Подпольной империи». Пока на главную роль в телепроекте от создателя популярной теледрамы «Еллоустоун» Тейлора Шеридана не позвали самого Сильвестра Сталлоне. Легенда Голливуда буквально вдохнул новую жизнь в этот жанр, и «Король Талсы» превратился в одно из заметных событий телесезона 2022 года. И вот подоспел свежий второй сезон сериала, который называют не иначе, как «Ламповый олдскул» в мире розовых смузи и белых смартфонов. В новых сериях к касту «Короля Талсы» присоединились Фрэнк Грилло и Нил Макдона. Продолжим тему ветеранов Голливуда. Также на этой неделе состоялась цифровая премьера нового сезона еще одного брутального олдскульного телепроекта, главную роль в котором играет Джефф Бриджес. Речь о триллере «Старик». Мини-сериал основан на одноименном романе Томаса Перри. Главный герой Дэн Чейз – отставной агент ЦРУ, ушедший на покой. Однажды ему приходится вступить в схватку с наемниками, и он понимает, что ради выживания должен разобраться с грехами прошлого. В новых сериях экс-оперативник ЦРУ Дэн Чейз, которого и играет Джефф Бриджес, вместе со своим старым другом, бывшим директором ФБР Гарольдом Харпером, в исполнении Джона Литго, должны вызволить из Афганистана дочь Дэна Эмили. Первый сезон сериала «Старик» дебютировал в июне 2022 года и получил высокие оценки критиков. За свою роль Бриджес был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус». Вспомним еще один телесериал, который после старта в 2018 году стал чуть ли не знаковым событием в области экранизации знаменитых произведений, а к своему последнему четвертому сезону уже заметно затерялся среди других телепремьер. На этой неделе начался показ финальных серий итальянского телепроекта «Моя гениальная подруга». «Моя гениальная подруга» – это экранизация национального бестселлера «Неаполитанские романы» итальянской писательницы Элены Ферранте. Пожилая женщина Элена, Лена Грека, вспоминает начало своей дружбы с Рафаэлой Лилой Чарула в неблагополучном районе Неаполя 1950-х годов. Они жили в одном дворе, ходили в одну школу, наблюдали одни драмы. По мере взросления у подруг появляются как новые общие интересы, так и расхождения. Тем не менее, Элена не перестает восхищаться склонной к самосаботажу подругой и посвящает ей свои литературные произведения. Всего цикл «Неаполитанских романов» Элены Ферранте включает четыре книги, каждая из которых легла в основу отдельного сезона теледрамы «Моя гениальная подруга». Финальные десять серий сняты по мотивам последнего произведения автора «История потерянного ребенка», изданного в 2015 году. Мы увидим уже повзрослевших подруг Лену и Лилу, которых играют Альба Рорвахер и Гая Джерачи. Среди продюсеров итальянского телесериала сам Паоло Соррентино. Ну а я желаю вам приятного просмотра во всех возможных гаджетах. Увидимся!